Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, начинаем работать в прямом эфире Член правления общества пара из Ильета, Валерий Петров, у нас сегодня в студии, добрый день Добрый день, уважаемые слушатели Да, много есть вопросов для обсуждения, но может быть действительно мы начнем с такой актуальной для вашей общественной организации акции или инициативы По-моему на прошлом эфире вы об этом чуть обмолвили, сейчас можно говорить поподробнее о приведении в порядок памятнику освободителя Во-первых, мы знаем, что этот процесс, ну или попытка определенных политиков демонтировать памятник освободителям под разным соусом, он еще не закончен Все ими есть рабочая группа, но сейчас, видимо, в связи с пандемией и летними каникулами этот вопрос опять пока не обсуждается Но, вероятно, осенью к нему депутаты вернутся, есть разные варианты, как бы его оттуда убрать Кто-то говорит, перевести в какой-то порядок площадь Узварос под этим соусом Воспоминая чуть ли не во времена Первой Республики была такая идея создать такую аллею Узварос Булвариса Вот под этим соусом, да, так сказать, можно этот памятник демонтировать Но у вас другая цель, мне кажется Сделать все, чтобы этого не произошло Это одно из условий Когда памятник, можно сказать, кто-то может сказать, он угрожает жизни, там плитка отваливается Может людям, проходящим рядом, упасть на голову Ну, хоть это и неадекватная мысль, но наши политики могут привязаться и к ней Соответственно, я еще раз повторюсь, что мы получили от Рижской думы разрешение на реставрацию памятника Она просто будет подготовить всю документацию полностью, согласовать со всеми инстанциями, как строил право И можно приступать Но вопрос не только в качестве и состоянии самого памятника А даже в том, что сейчас происходит вокруг него То есть там брусчатка вокруг выложенная Все абсолютно заросло травой уже по колено в некоторых местах Соответственно, мы в этот вторник собираемся после 6 часов там Берем с собой тяпки, закупаем также тяпки для людей, кто хочет там присоединиться Берем с собой казан с пловом, чтобы люди, которые поработали, также могли потом и перекусить И так, ну, там довольно большой объем работы, на самом деле Площадь немаленькая Поэтому мы будем это делать, ну, наверное Несколько раз, да? Несколько раз по вторникам, после 6 То есть вот можно смело там Этот вторник там через неделю, еще через неделю Можно смело приходить И обязательно там всегда найдется Что делать И, как бы сказать, всегда свободные руки Приветствуются Что дальше, вот когда такой вот Планируете ли вы еще более какие-то масштабные работы Или это уже задача самоуправления, на ваш взгляд? Масштабные работы в плане памятника? Либо просто Нет, нет, нет По памятнику там огромное количество того, что нужно делать Надо привести территорию в порядок Надо переклеить всю плитку по периметру Надо восстановить те звезды, которые сверху находятся позолоченные Они уже в ужасном состоянии То есть памятник там перекрасить Установить освещение, чтобы вечером он красиво подсвечивался Сделать информационный стенд Чтобы люди, которые приезжают, могли подойти И прочитать вообще, что это Ну, то есть это также и туристический объект Туда приезжают многие люди Кстати, да, ведь нет Как это ни странно У такого большого хуманоментального произведения нет ничего Никаких пояснений и так далее Ну, понятно, что рижане, те, кто знают И, может быть, это не надо Но если мы говорим о том, что тоже Одна из достопримечательностей Риги Очень красивый парк Там людей туда приезжают Какое-то пояснение Люди не местные, если они приходят в этот парк Им, наверное, было бы интересно узнать, что это такое Для чего это Кто автор И так далее У нас по примеру Мы же уже сделали памятник Виктору Цою На месте его гибели Там также сделана площадка Проведено освещение Стоят скамеечки Но и также стоит информационный стенд О том, чтобы люди приехали и поняли Почему именно в этом месте стоит этот памятник То есть это место, где этот человек разбился Далее сейчас Также Популяризируем это место для туристов Как ни странно Там можно встретить В американских военных Даже вот это было наше один раз удивление Когда возле памятника Цоя Встретили американских военных Спрашиваем А как вот вообще интересно Вот как вы сюда добрались Они говорят А где-то Какие-то были Либо совместные учения Либо обмен опытом И кто-то русский Поставил Цоя Им очень это понравилось Они вот запомнили Записали И когда оказались в Латвии Узнали, что есть такой памятник И поехали к нему Если говорить о монетах Монеты там люди оставляют Как на память Со всех уголков мира То есть памятники Это вещь, которая все-таки Является достопримечательностью И многие люди Едут специально на эти места Посмотреть, как это выглядит Да Вот что касается памятника Понятно И то, что вы все-таки Увековечили память Действительно легендарного певца Вот этих таких Вот Времен Конца 80-го Действительно Целое поколение Выросло на его песне Не, не одно даже поколение Скажем так До сих пор Музыка И так получилось, что его жизнь Оборвалась на латвийской земле Ну, поэтому, в принципе Действительно Нужно помнить Людей Таких людей Вот Но Ваша общая называется Пареза лета Сразу такое хочется Повести параллели Что есть пареза лета А есть пареза Да, это неправильное Ну и Судя по всему Не очень правильно Так я дипломатически Говорю Вот эта вся история С изменением Кадастровой стоимости Недвижимости Это касается Каждого жителя Латвии Ну, Рижан Само собой тоже Конечно И интересно Интересно Что я такую Сделаю Предисловие Мы знаем Что вообще Об изменении Кадастровой стоимости О необходимости Чиновники Ну и, видимо Та правящая элита Заговорила еще Три года тому назад Откладывались Потому что были Одни выборы Вторые Все боялись Как это обычно Принять какое-то Непопулярное решение Тихо Исапы Чиновники Что-то делали 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 Потом вдруг Торжественно Я помню Одна из партий Правящих выступила И сказала Ну, мы За необлагаемой Минимум Жилплощади Вот сейчас все будет Ну, будет или нет Это еще бабушка Надова сказала Но есть Сейчас уже Фактически Такой проект Новые кадастровые стоимости Которая резко возросла Я так понимаю По вашим подсчетам Очень резко Вот давайте Может быть Об этом поговорим Подсчеты какие Сейчас загляну В телефон Здесь Индивидуальные Жилые дома Плюс 94% Может подорожать Даутзивок Люмайес Ну, многоэтажные дома Плюс 126% Палых Телпас То есть помещение На 159% Может возрасти Это все И тут главное В чем Если мы смотрим То эту новость Максимально пытались Как-то спрятать И загасить Чтоб не было видно Потому что Этот проект Продвигают Партии Которые сейчас Находятся в Сайме И которые Также пытаются Баллотироваться На выборы В Рижскую думу И им Освещать Эту новость Ну, было Крайне невыгодно Мы как раз Некоторое время назад Эту новость осветили Ее подхватили И теперь Начинаются Всякие обещания И серия Да Там Надо поднимать Но где-то Мы сделаем Какие-то там Скидки Мы уже видели Как правительство Партии Находящиеся в правительстве Делают скидки Обещают Повышение зарплат Врачам То есть Они даже Не просто на уровне Обещаний Могут сказать Они могут записать Это отдельный закон Что мы повысим зарплату И не выполнить это А верить их Пустым обещаниям Ну нет Здесь Рига должна выступать Как адвокат Рижан То есть Бороться Сейчас с саймом Чтобы на самом деле Ну Квартира Которая Единственное Жилье Которое Стоит До 120 тысяч евро Например По кадастру Ну не облагалась Она налогом Должна быть Большинство Мы же знаем Это советские Довоенные дома Конечно Конечно И Ну должна же быть Какая-то пропорция Между тем Сколько люди зарабатывают И сколько они платят налогов Если мы посмотрим На зарплаты То Ну Мы уже посмотрели На эти пособия По-простой Когда помните Нам А сейчас их Невозможно И требуют вернуть Сейчас новая То есть Пуденция такая Да То есть Что-то где-то Мы вам выплатили Вы где-то что-то Не исполнили Теперь верните Деньги обратно Одной рукой дали Второй рукой забрали Ничего не поменяется Если Все партии Которые находились Власти В Сайме На протяжении Этих 20-30 лет Будут дальше Находиться У власти Ну ничего не поменяется Абсолютно Тут можно Ну да И потом Ведь нужно Понимать Кроме всего прочего Это очень правильное Замечание о пропорции Между доходами И налогами Но есть еще один момент Мы же знаем Что Вот это Жилье Которое есть Ну по крайней мере Если мы о Риге говорим Во всех остальных городах Все то же самое Но если мы говорим о Риге Ну это Львиная доля Это советское жилье Построено В принципе Вот эти знаменитые Хрущевки Литовки Брежевки Их называют по-разному Еще есть часть Особенно Ну в историческом центре До военного жилья И только Вот Сколько процентов Хорошо Если 8-10 наберется После 2000-х годов Вообще Какое-то новое жилье Может в 90-е годы Ну практически Там 1-2 дома строились И эти дома Все эти годы Ну за редким исключением Если сами жильцы Не подсуетились Они не реновируют Ничего с ними не происходило Ни то государство Ни это Ничего в принципе С этими домами Построили Построили И теперь говорят Ребята Вот вы должны За все за это Заплатить А когда говорят Слушайте А где же помощь От государства Суправления Подождите Секундочку А вы же теперь Собственники жилья Тогда есть Собственники жилья За что же мы платим Еще дополнительный налог То есть Надо мне кажется Определиться Да Очень непонятно На самом деле Налог на землю Да Налог на недвижимость Люди платят Чем это возвращается То есть Это должна же быть Плата За какой-либо Все-таки Налог Но за услугу Чтобы город Что-то сделал В ответ А что мы видим Ну разве есть Поддержка Этих домов Программы Восстановления Утепления Реновации Нет Что у нас Происходит С землей За которую Также платится Земельный налог Она что Озеленяется На ней строятся Какие-нибудь парковки Как-то облагораживается Нет Это все просто Уходит в какую-то Бездну Мы знаем Что Рижская дума Не только рижская Ну Стоящее самоуправление И это правильно Повышала резко Эту ставку На углу На недвижимость За эти развалины То есть Ну аст и собственник Там особенно В центре города Ну почему Должен быть дом В таком состоянии Он конечно портит Внешний вид Главное что Это небезопасно Это ясно Но надо делать И по-другому Если самоуправление Ну по разным причинам Не хватило денег Там Непонятно Что земельной собственности Кому принадлежит Но если В этот двор Уже въехать Больше невозможно Так вы не применяйте Налог на недвижимость До того момента Пока не будет Двор приведен в порядок Мне кажется Это логично Потому что мы же Как бы платим Все налоги Ладно Двор Но есть же еще Общие такие проблемы Как Ну вот в каждый микрорайон Если заехать Будет уже проблема С парковкой на дворах А сейчас оказывается Что проблему Можно было решить У Рига Спилсет Бувникса Найдено Ну как сказать Так бы В черном кармашке Огромное количество земель По микрорайонам Которые Аля за резервированные Под строительство домов Ну которые никто Не собрался Ну все это предыдущее время Не собирался строить Ну никто Так же не Не отдавал их На использование Сделать парковки Может быть надо На уровне Случайно нашлись Да Случайно нашлись То есть все эти годы Они там где-то так стояли Незаметненько Я сейчас боюсь ошибиться С цифрами Я думаю Если еще меня пригласите Я тогда более точно Дам вот Весь расклад По количеству этих Но там Реально в каждом микрорайоне В огромных количествах Есть участки Которые можно Построить И муниципальные Арендные дома Ну то есть Поддержать много там Семьи Молодые семьи с детьми Об этом Который год говорят Разные политики Перед выборами А потом ничего не происходит Да Ну у нас в Латвии В Алмире Уже этот проект Давно реализован И все равно Как теплые пирожки Эти квартиры Разлетелись Все счастливо В чем проблема У самоуправления Взять кредит В госкассе То есть Есть такая Возможность Построить Новые Современные Дома С инфраструктурой Хорошей Которые Будут удобны Как и Мамам С колясками Где спуститься Там же можно Сдавать квартиры И людям С ограниченной Возможностью Вообще По супер Каким-нибудь Низким ценам Чтобы интегрировать Этих людей В общество Чтобы они Не сидели Запертыми В своих квартирах Можно на Каких-то Участках земли Которые Найдены Сделать Также и Парковки Может быть Многоуровневую Парковку С зарядками Там для электромобилей Потихоньку У нас же все борются На словах За Чистоту воздуха Но Вот По факту Мы видим Что Никому это не интересно Только мы сейчас Поднимаем эти темы Но Что позитивно Что когда мы поднимаем Эти темы Другие Другие партии Также Начинают за нами Смотреть Повторять И вот видно Мы где-то Какую-то тему Не подхватываем Думают Блин Хорошая идея Надо ее Как бы тоже К себе приписать Вот эта тенденция Очень хорошо просматривается Да Если мы еще Говорим Ну вот Подолжая эту тему Наукной недвижимости Все-таки Тогда ваша позиция Что Что нужно сделать Потому что Разработчики Извиняюсь Разработчики Когда им говорят Ну вот зачем Вы сейчас решили Пересматривать Они говорят Понимаете Десять лет Не пересматривали Значит Все-таки Рыночная ситуация Изменилась А мы все Вот оцениваем Эти квартиры По тем ценам Которые были Так сказать Там не знаю Во время кризиса 2008-2009 Года Намекая на то Что тогда действительно Жилье стоило дешевле Сейчас правда Мы видим тенденцию Тоже постепенно Цены снижаются Но такого обвала Конечно нет Вот ваша позиция Обязательно должен быть Необлагаемый минимум Там например До 120 тысяч Если квартира Ну недвижимость стоит То человек Не должен Практически получать Во всех спальных районах Тогда платить Пенсионерам Не придется Да Да Конечно Пенсионерам Жителям Да Непонятно Вот у меня Я понимаю Что этот налог Повышает Наполнение Бюджета Рижской думы Но что он В ответ дает Трижанам Именно что связано С недвижимостью Какую поддержку Они получают Ну никакой В принципе Даже программа Которая была Запущена моим коллегам Алексеем Ростликовым По софинансированию Домов 50% Ее тоже сейчас Отменили И никто ее Восстанавливать вроде бы Не собирается А налог Хотят повысить Отменили эту программу Да Отменили Да Да Конечно Отменили В принципе Все хорошее Что было Сделано Пытаются отменить Может быть Потом захотят Тоже восстановить Может быть Но не уверен Обычно В нашем государстве То что уже Отменяется То не восстанавливается Да Лучше уже Если забрали То забрали Да Тем более Мы же знаем Что сейчас Конституционный суд Целый ряд решений Принял Где разнес По существу Пух и пах Социальную политику На самом деле Ведь Все налоги Это тоже социальная политика Конечно Если жители Должны платить Этот огромный налог На недвижимость И тот же пенсионер Я понимаю Что самоуправление Предоставляет льготы Пенсионерам Но тем не менее Это болезненно Вот это дополнительный Платеж Да У нас пенсионеры Молодые семьи Тоже страдают Нет Невысокого пособия На ребенка Надо где-то работать Надо снимать квартиру Платить Всегда все впритык Никто В принципе Не шикует Если мы говорим В вопросах Конституционного суда Когда он говорит О давайте Там несправедливо Такое пособие Минимальный Прожиточный минимум Не может составлять Столько Вообще-то Это ясно И без решения суда Что на те Цифры Которые записаны В законах Предусмотрены Ну просто выжить Невозможно Но для этого Все-таки Чтобы кто-то Начал шевелиться Нужно решение Конституционного суда Ну это какой-то Бред Другому это назвать Не могу Да Ведь Очевидно Что Ну самоуправление Должно прежде всего Помочь жителю А не просто С него содрать деньги Хотя мы понимаем Что да Это плата за услугу Ну то есть Жители платят Свои налоги Если житель Едет в общественном транспорте Он заплатил за билет Но он должен получить Качественную услугу И если Огромное количество Налогов Жители уходят Также на содержание Этого общественного транспорта А потом он еще Доплачивает за поездку Но это тоже неправильно Соответственно Где Почему Потратили Там 170 миллионов Налогов Это почти Однопятая всего Бюджета города И еще взимают Плату С этих жителей А потом нам говорят Что эта система Эталона Она какая-то Фантастически дорогая Фантастически она Но минимум 20 миллионов Она Но только это Одна система Если поговорить И посмотреть на все Остальные Закупки То есть Швейцарь и Австрия Отдыхают Да Да Ну то есть За все эти годы Начиная с 90-х годов Все это обросло Часть муниципальных предприятий Только считаются Муниципальными А по факту Все денежные потоки Оттуда расходятся По узкому кругу людей Вот И вся проблема И это не меняется Годами Если изменить это Соответственно Уже можно делать И бесплатный Общественный транспорт И заняться Парковкой В микрорайонах Дороги Приводить в порядок Именно Самое-самое главное Избавляться От Старой Закоренелой системы От всех этих Людей Которые Ну уже Они просто считаются Хозяевами Бюджета города Скажем так Они там со стороны Уже распределяют Какие политики Должны принимать решения Ну честно Была ситуация Когда Когда-то сидели Мэры в кабинете И сидят За столом Сидят бизнесмены И они начинают рассказывать Как там депутаты И серии должны голосовать Меня это вообще ужаснуло Я говорю Ну что здесь происходит Как бы в кабинете Говорят Не, ну здесь так правильно Они как бы консультируют Но консультируют Почему-то в свою сторону И вот Для меня это было таким Немного шоком Как это И И вроде нормально И какие-нибудь Никакие службы после этого Не приезжают Если честно Мне это уже казалось Ну очень таким жестким Нарушением Почему бизнесмены Должны приходить И высказывать Свою точку зрения Это я говорю Про мусорную реформу Когда хотели вести Представители этого бизнеса Приезжали и рассказывали Нет, надо так Надо так Надо так Я сижу Извините Почему вы тут Рассказываете нам Как здесь что-то Должно происходить А для них это уже Нормальная практика За многое время Валерий Петров Действительно Восстановление Монумента Освободителям Это и лабалеты И пара изолеты Потому что К сожалению Сейчас жизнь такова Что Легче кому-то снести Чем отремонтировать Мы видим Что происходит Вся эта свистопляска Вокруг концертного зала Где первое слово было Не построить А снести А снести Хотя вот Миссия строителя Вообще во все века Это было Прежде всего Построить Созидание Не-не-не Мы снесем И все будет хорошо Сейчас Я так понимаю Сегодня Министр культуры Уже господин Пунтули Заикнулся Ну да Мы за то Чтобы в этом месте Построить Но не за то Чтобы снести Я не очень понял А где он тогда Возьмет эту территорию Кого считают Как-то поверили сказать За идиотов Они фантастические герои Просто какие-то Во многих вопросах Конечно Ломать не строить Есть такая поговорка Она существует Долгое время Но И вещи Которые находятся в городе И здания Зачем их сносить За ними надо Ухаживать Их нужно обслуживать И они еще прослужат Долгое время А как мы видим Ну все-таки В Риге еще хватает Земли Где можно Как бы Что нужно построить И В чем самая большая проблема Я сейчас наверное И предыдущие темы затрону Что у нас Начиная с 90-х годов Власть ведет себя Как хочет Многими процессами Управляет Просто узкая группа Людей Бизнесменов И Могут повысить Кадастровый налог На недвижимость Могут повысить Другие налоги Общество вообще Никак на это не реагирует У нас же косвенно Есть куча налогов Вся эта бесконечная Система Вообще К человеку Отношение В Латвии Не очень хорошее Ни по уровню Налогообложения Ни по уровню Социальных пособий Объяснять не привыкли Да Ну вы знаете И все Как-то немножко привыкшие Но мне кажется Изменить ситуацию Можно было бы Другим способом Если бы На уровне государства Мы ввели Другую систему По сбору налогов Работодателю Больше не надо платить налоги Вся сумма зарплаты Приходит Человеку на счет И каждый месяц Человеку надо заплатить Эти налоги Государству самому Вот тогда Когда ты получил Там тысячу евро Либо полторы тысячи евро И ты смотришь Что тебе Почти треть Вот просто Когда ты получил Там тысячу А триста С чем-то Тебе надо нажать на кнопку И сразу отправить Государство У людей бы начали Возникать мысли А как тратятся эти деньги А что они там делают И каждый Очень правильно Потому что Когда ты своей рукой Эти деньги отдаешь Это одна история Когда тебе уже автоматически Бухгалтер высчитывал Все что надо И ты фактически Даже не считаешь Сколько у тебя на бумаге А сколько у тебя Естественно на руках На самом деле Если зарплата тысяча На бумаге Тебе приходит Там семьсот С чем-то евро Зарплата А работодатели Еще доплачивают деньги То есть Которые даже не видны Не видны В этой зарплате А свою часть Подоходного налога И социального Конечно Все это спрятано И когда люди бы Сами начали Отчислять Каждый месяц Деньги Они бы больше Начали вопросов Задавать правительству Чиновникам Которые сидят Почему Вот я каждый месяц Плачу такую сумму Нажимаю на кнопку Отправить А в результате Вы мне еще хотите Сделать Это Может быть Люди начали бы Выходить на улицу Задавать побольше вопросов И как-то гражданская позиция Бы получше Сформировалась Если никто Если можно делать Все что ты хочешь И из года в год Люди будут голосовать За одни и те же партии У некоторых даже Не меняется название В течение 30 лет Либо наполненное Одними и теми же людьми Либо партия меняет название Но там опять Те же люди Никто не хочет Разбираться в этом А ну новый бренд Пусть Пусть Опять проголосуем Но в этом и проблема Пассивная Пассивность людей Нежелание их Разбираться в политике Смотреть Ну какие-то Делать выводы Но Когда люди начинают Сами со своего счета Переводить деньги Государству Ситуация бы Наверное резко изменилась Да Это совершенно Правильная Постановка вопроса Тем более мы Видим что Ну во многих странах Все таки Государство Очень четко Отчитывается Доступно Нигде нибудь там Нужно искать На странических госказ Где на что Потрачено Иметь определенную Подготовку Образование Просто вот регулярно Отчитывается Что вот На это пошли ваши деньги На это А сейчас мы уже Очень легко Там мы все Смешиваем Общий котел Еще еврофонд И говорим Ну знаете Нам позарез Нужен акустический Концертный зал А кто-то скажет Слушайте Ребята Давайте Может быть Начнем с корпусов Детской больницы Ну может быть Это более важно Мы уже построили Замок света Потом выяснилось Что вообще Работы виртуальные Книжки у нас виртуальные Теперь Да А тем не менее Вот это вот Стеклянный монстр Построили Да Ну не только Стеклянного монстра Построили Вообще Правительство Не слушает И не хочет Слушать людей Хотят ли они там Чтобы у нас были Такие расходы На оборону Огромные Хотим ли мы Закупить там Металлолом На 30 миллионов Какую Не новую Какую-нибудь технику А просто на самом деле Металлолом И понятно Что это Просто По указке Другой страны Более въявлятельно Говорят Вот вы старая Барахловна Скупите Вот за эти деньги Все Купили Люди Ну никто К людям Не прислушивается Сейчас 21 век Элементарно Многие позиции В государстве Там На оборону Расходы Возможно Согласовывают С людьми Давайте Пожалуйста Какую-то часть бюджета Пусть жители Сами распределяют Как они хотят потратить Есть конечно Такие части бюджета Которые Хочешь не хочешь Надо сформировать Нельзя всех спросить Там Ну очень Узкой специальности Надо обладать Знаниями Чтобы это все Правильно поделить Но Другие Вопросы Можно Выдвигать На обсуждение Жителям Технологии Сейчас это Позволяют Но Пассивность Населения В этих вопросах Что происходит С их Деньгами В государстве Вот в чем Проблема Люди Мало задают Вопросов И очень Слабо реагируют На все На все Происходящее Серьезно Мне кажется Что только Когда у нас Кто-то Сможет выйти На улицу К Сейму Я не говорю Про уличные Беспорядки Но хотя бы Массово Показать Что мы Чем-то Недовольны Тогда уже Начнут Прислушиваться Да Член Правления Общества Пара Залиета Валерия Петров У нас Сегодня В студии Вот Может быть Улица Это один Аспект Но у нас Допустим Это платформа Манабау Сервей Там Много инициатив Но все же Они Тонут В парламенте Да Я согласен Что есть Инициативы Какие-то Экстрамогатные Но Инициативы Действительно Какие-то Правильно Они все Тонут В парламенте А к примеру Той же Инициатива Которая связана Ну по существу Со сносом Памятника Освободителям Ей дали ход Там обсуждается Рабочая группа И так далее Да Но Платформа На самом деле С одной стороны Хорошая Но с другой стороны Правильно Вы сказали Что в сайме Ее тормозят Как хотят Но если Инициатива Собрала 10 тысяч голосов Ну 10 тысяч человек Которые поставили Там свою подпись И видят Что эта инициатива Не проходит Почему они не придут И возле сайма Не постоят И не спросят А вот Ну мы были За эту инициативу Вы ее 10 тысяч человек Проголосовало Хотим видеть Дальнейшее движение Все То есть Ну Дальше нажатие Кнопки мышки На компьютере Ничего не происходит Да Ну у нас Люди мои Я помню Что До всякой пандемии Люди очень активно Подписывались За Роспарламент Там были основания Чтобы это сделать Но потом Как-то все это Увяло Завяло Позабылось И уже сейчас Никто и не спорит Что оказывается Все это продолжается До конца года Может ставить Своих Автограф С одной стороны Может быть Люди правы В том плане Что вот они Приняли свое решение В парламент Раз 4 года Проголосовали Это же относится И к самоуправлению И дальше пускай Пускай уже политики Сами у них Есть Не совсем Относятся К самоуправлению Если мы говорим На 4 года Посмотрите Под предлогом Мусорного Кризиса Еще что Рижскую думу Распустили Но не совсем Под этим Соусом Подыграл Конечно Бывший мэр Который Собрал 3 Внеочередных заседания Думы подряд На котором не было Кворума И официально Все-таки Это стало стартом Для распуска думы Но рядом Там витала Также до этого Мусорная реформа Распустили же Так что мы не говорим О 4 годах Соответственно Где нужно Власть Проявляет Уже тоталитарный Режим В государстве Нам не угодна Такая партия Нам не угодны Те люди Такая коалиция Коалиция Да Даже может определенные Там какие-то люди И все Голосовали за них Люди Не голосовали Все Мы так решили Остальное Просто Ищется уже Подыскивают Предлог Как немножко Оправдать Свои действия Правильно Было бы Если бы Найдены На самом деле Супер жесткие Какие-то нарушения Ну тогда Можно и распускать Но нарушений Таких Не было Соответственно Даже когда Было Собрано Три Внеочередных Заседания Думы подряд Ну министр Мог сказать Вы знаете Мы видим Что это сделано Искусственно Ну то есть Одно заседание Думы Через 10 минут Второе заседание Думы Продолжайте работать Через 3 минут Ну через 10 минут Третье заседание Думы Которое не собирается Ну это же Как сказать Вообще По большому счету Должно быть Уголовно наказуемое Это саботаж Если Дума Не собралась Одно И есть возможность Объявить заседание Думы Следующее Там Допустим Через 24 часа Ну значит Надо объявить Следующее Через 24 часа И еще одно Через 24 часа А не каждые Там сколько-то минут Их подряд Ну Вот Суть нашего государства Во всех ее аспектах Вообще Не вдаваясь В предыдущую Какую-то полемику И так далее Что-то кардинально Поменяется вообще В Новой Думе Ведь мы Не называя партии Но Мы же само понимаем Все зависит от того Если Система-то Коалиционная И так далее Если люди Вот просто Почему-то Будут верить И идти голосовать За партии За которые Они уже голосовали Предыдущие годы Ничего не менялось И они опять будут Делать тот же выбор Нет Ничего не поменяется Если Люди возьмут Списки И отдадут Своё предпочтение Молодым Профессионалам В своей отрасли Людям Которые Не представляют Интереса Бизнесменов Олигархов И поддержат Такую партию Или такие партии То Ну конечно Что-то поменяется Уже Должны прийти люди С новым мышлением С новым восприятием мира Готовые Противостоять тому Что есть За все эти годы Что-то создано И Это воспруто Просто надо Потихонечку Уничтожать Там как Знаете Как плесень Всё это разрослось Поросло уже И Предстоит много работы Чтобы это всё Очистить И вывести Вот Возвращаясь К очень важной теме Кадастовой стоимости И вообще К жилищной Проблеме Что вообще Делать Как решить Эту жилищную проблему Мы понимаем Что во-первых Для того Чтобы взять кредит Сейчас есть возможность Через систему Аутом Получить Ну так называемый Госгарантии На первое жильё Всё равно Первый взнос Ниже Процентная ставка Это понятно Но Во-первых Это не подарок Это тот же кредит Во-вторых Чтобы даже Дали этот кредит Всё равно Ты должен на него Калифицироваться У тебя должен быть Соответствующий доход Многие думают Что теперь С любой зарплатой Они могут получить Этот госредит То есть понятно Что эта система Для очень многих семей Особенно молодых У них нет таких доходов Первое место Работе Им никто По 2-3 тысячи Не платит Понятно Что это не вариант Тогда есть Следующий вариант Это аренда жилья Может быть Есть вариант Какого-то Муниципального жилья По более дешёвым ценам Вот как вы видите Как эту проблему Можно было решить Эта проблема Решается элементарно У Рижской думы Есть возможность Занимать деньги Даже не надо Брать их из бюджета В госкассе Да Но занимать Занимать Да Но Когда ты строишь Жильё И тебе надо отдавать Потом Это В течение 40 лет Ты просто Это жильё построил Хорошо Если за 40 Многим За 20 За 30 Да Я просто сейчас Немножко расскажу Про ту систему Как Рижская дума Может решить Это проблема Взяли кредит Построили Сделали график Лично я считал Максимально Это 4 евро за квадрат А возможно Ещё ниже Просто не хочется Обещать Либо что-то говорить Что это будет дешевле Но 4 Это вот абсолютный потолок 4 евро за квадратный метр То есть Принцип Можно сделать Чтобы хотя бы До этого Не больше 4 Не больше 4 Это вполне реально Это супер потолок Уже взятый С огромными запасами Соответственно Самоуправление Строит Новые дома Может быть Что-то даже Вроде микрорайона Который с новой инфраструктурой С продуманными Стоянками Где расположить машины Инфраструктура Для колясок Людей с ограниченными Возможностями Новое Всё приведённое Красиво в порядок Приоритет Конечно Должен Выдаваться Молодым семьям У нас огромная проблема С демографией Мы должны поддерживать Тех людей Которые готовы Создать семью Родить детей И здесь в Латвии И здесь в Латвии Многие почему уезжают Повзрослел Надо где-то квартиру А здесь найти работу Где ты будешь получать Столько Что ты можешь себе позволить Снять квартиру Квартиру Плюс потом себя ещё прокормить Но не у многих Есть такая возможность Соответственно Люди Собирают Свои Чемоданы Уезжают куда-то работать Где они На самом деле Опять львиную Если мы говорим про Англию Львиную долю Своей зарплаты Они отдают за жильё Но им там всё равно Остаётся на что существовать Я не понимаю Что да Я работаю Я очень много отдал за жильё Но у меня есть крыша Она на головой Но у меня есть И уезжают из-за этого Если здесь есть где жить И есть зарплата Ну Людей бы уезжало меньше Плюс Система кредитов И ипотек Ну это огромная ноша На плечах Мы никогда С нашим государством Которое нас социально Не защищает Мы не знаем Вот что-то Что произойдёт Вот случился ковид Кто-то обанкротился Какая-то фирма обанкротилась Люди потеряли работу Как Где гарантия Что ты на протяжении 20-30 лет Нигде-то не споткнёшься Не сможешь Какой-то период Ну Не выплачивать кредит И тебя потом не отберут Ведь огромное количество Случаев Когда Ну просто Люди не справляются с ипотекой И у них забирают это жильё Продаются аукцион По цене ниже Чем человек купил И сколько он туда вложил Он получает обратно Какие-то крохи Со всеми выпусками Если ещё не остаётся должен Да Если ещё не остаётся должен Конечно Потому что Процентная ставка Процентная ставка Потом издержки Судопроизводства То есть в принципе это всё По вопросу решаемый Решаемый вопрос И да Конкретно решаемый Вопрос Просто того Вопрос желания Или как сейчас Можно говорить Политической воли Да Политической воли Абсолютно Не видно никаких Уридского муниципалитета Есть земля На которой строить Это ведь в принципе Вопрос И автостоянок Да Да Автостоянки Ну вот Это вообще бич Да 10 миллионов В центре города Собирают за парковки Жителей Микрорайонов Имеется в виду Муниципальная парковка Муниципальная Да Муниципальная парковка Под соусом того Что мы Не для того Собираем деньги Не для того Чтобы заработать А для того Чтобы сократить Нагрузку Транспорта Но я знаю Что Фирмы Каршеринга Которые на самом деле Очень сильно разгружают город Потому что это одной машиной Может пользоваться В день там 10 разных человек Им даже город Не дает никаких скидок Они платят Полную стоимость За парковку Своих автомобилей В старом городе То есть Ну нету логии С одной стороны Мы хотим разгрузить центр Как бы Избавиться от большого Количества машин Но в то же время Альтернативные методы Которые могут позволить Это сделать Мы не рассматриваем И не идем навстречу Под предлогом Я скажу У нас там нормативные акты Это не позволяет Рижская дума И депутаты Находящиеся в Рижской думе Созданы для того Чтобы менять Эти нормативные акты Время идет Все меняется Постоянно надо что-то Менять Подстраивать Под новые реалии Ну все Система Настолько черствая Настолько деревянная Никто ничего не хочет Менять Просто страшно Мы все время Идем Мне так кажется Из одной крайности В другую Вот Одно время было Сейчас тоже Я прочитал Вот эти предварительные Пограмм партии Ну в большинстве из них Вот такое ощущение При всем уважении К велосипедистам Но Как будто Это единственная И самая главная проблема Это вот велодорожки Вот если они будут построены То все Рай наступит на земле И счастьем будет Опять-таки При всем уважении К велосипедистам Но мне кажется Что нас все-таки Все время бросает Из одной крайности В другую Да Ну я на самом деле Совершенно не против Велодорожек Да конечно Но чтобы они были продуманы Чтобы А не просто Сделать так Что уже Просто назвать это Велодорожкой И повесить себе Значок Сказать Я сделал велодорожку Тем более Мы же ведь Все равно Центр города Не закрываем Мы знаем Что Вот эти полосы Столько широкие Сколько они есть Там С одной стороны В центре города Дом И с другой Ты уже никуда Их не расширишь Абсолютно согласен Если ты начинаешь Создавать все эти Велодорожки По всем уважении Это значит Ты и так сужаешь Вот эти полосы И создаешь пробки Но Наверное Тут вопрос Может быть Даже никто не собирается В итоге Эту инфраструктуру создавать Но перед выборами Они обещать могут Да Это кстати По-моему Одна из партий Тоже не буду Естественно называть Чтобы нас не обвинили В какой-то рекламе Или антирекламе Сказала Что мы Посадим В Риге Миллион деревьев Это все очень красиво Осталось только посчитать А я сказал Что мы посадим В Риге Два миллиона Деревьев Иди посчитай Да Да Но вопрос в том Что Это обещание Такое довольно забавное В Риге Некуда будет Их просто посадить Такое количество Этих деревьев Вот просто физически Ну если Там какие-то Мы просто поле Какое-нибудь Где-то засеем Но это Один вопрос Но если мы возьмем Центр Микрорайоны Нельзя сказать Что там ничего не растет И вот сейчас Мы посадим На микрорайоны Нет Абсолютно Этого не получится Наоборот Во многих Случаях нам надо Как-то Менять систему Некоторые деревья Жители жалуются Кому-то Они там затеняют Что-то Где-то Дерево Накренилось В Риге Поддерживается Зеленая такая Политика И деревья Не дают вырубать Не дают вырубать Ради иногда Постройки Даже каких-то Новых проектов Бизнесмены Из-за этого страдают Они купили землю У них оказалось Какое-то там Дерево Комиссия не дает Это дерево Срубить Но проблема Также решаема Давайте сделаем так Что если Человек Кто-то хочет Ну она мешает Надо развивать бизнес Если он хочет Рубить это дерево То он рядом Заплатит полностью И там посадят Это три дерева Надо как-то Находить компромисс Чтобы Не просто душить Как-то бизнес А помочь И улучшить Качество воздуха За счет большего Количества деревьев И идти навстречу Бизнесу Член общества Пара изолета Валерия Петров У нас в студии Так вот время Быстро подходит к концу Но все-таки Звонок Мы должны обязательно Принять Валерий Одевайте пожалуйста Наушники Будем принимать Звонок Добрый день Слушаем вас Так что-то Сорвался видимо Звонок Дозванивайтесь До нас 672-12-939 Телефон прямого эфира Ну Да Ну Значит Попытка оказалась Удачной Все-таки Подводя итоги Нельзя сказать Вот Не закончить то С чего мы начали Это по поводу Действительно Восстановления Памятника Освободителям Привезти его Более-менее Нормальный вид Как вы думаете Сколько До холодов Успеете По крайней мере Еще до начала Осени Вот Все эти субботники Может я понимаю Что люди работают Свободно от работы Приезжают Субботники Конечно Привезти Именно территорию В порядок Мы успеем Да Но вопрос Реновации Самого памятника Его реставрации Он займет Может там проект Нужен согласовывать Мало того Нужен проект Нужно собрать Средства Мы же не рассчитываем На то Что нам государство Даст этот денег Само управление Даст денег Да Эти деньги будем собирать Как собирали когда-то На создание Памятнику Виктору Цою Это заняло Ну Немало времени Согласование Вся бюрократическая Составляющая Тоже жирает огромное Количество времени Я думаю Это проект Который растянется На минимум От 3 до 5 лет В принципе Чтобы это все Можно было реализовать Причем от 3 до 5 лет Интенсивные работы Надо постоянно продвигать Людям рассказывают Чтобы жертвовали Нужно Разработать Собрать деньги Сделать проект Согласовать Это все Часть плитки Которая там отвалилась Надо найти Ну и разломалась Найти такую же На месте Откуда ее добывали В те времена То есть Работа Если бы просто Было Сказали Вот вам деньги Делайте Это один вопрос А когда надо Полностью Все с нуля И полностью Все делать Есть не только в деньгах Вопрос Есть техническое Согласование Материалы Да И как я вижу Уже же было Когда-то в 90-х Года Где-то его Переклеивали Эту плитку Но переклеили Абсолютно неправильно Бетон Который находится Под этой плиткой Его тоже Там надо огромное Количество отбивать Специальные Есть сейчас растворы Которые В принципе Делают бетон Покрепче То есть Там не просто Вопрос Переклейки А в глубокой Такой Реставрации Этой плитки Не плитки Самого памятника Валерий Петров У нас был В студии Член правления Общественной организации Пары за лето Действительно Успехово В этом Важном Благородном деле И наверное Заранее спасибо Тем людям Рижанам Которые придут Привести порядок Территорию Будем очень благодарны Ждем всех И еще Накормим пловом Обязательно После окончания Работы Спасибо Спасибо